Считанные минуты остаются до начала республиканского маджлиса алимов, на котором подведут итоги деятельности муфтията за 2021 год. И прямо сейчас к нам присоединяется духовный лидер мусульман Дагестана муфтий шейх Ахмад Афанди. Шейха встречает вся мечеть. На подведение итогов собрались около трёх тысяч верующих. Это религиозные деятели, среди которых имамы, учёные алимы, проповедники и преподаватели исламских наук. Маджлис открывает хафиз Корана. Перед собравшимися выступили руководители отделов при муфтиятия. Они рассказали о достигнутых результатах за этот год. Например, только сотрудниками отдела фетв за 12 месяцев было отвечено на 17 тысяч канонических вопросов, которые к ним поступали не только от жителей России, но и стран СНГ. Люди очень много интересуются религией. Чем больше изучают, интересуются, у них появляются разного рода вопросы. Вопросы строительного характера, вопросы бизнеса, вопросы финансов, вопросы семейные, вопросы очень много, вероубеждений. То есть вопросов очень огромное количество на сегодняшний день. Этим узнаётся, что люди интересуются исламом. А если они не будут обращаться в такие органы, как же это будет? Вот поэтому это очень самый, можно сказать, нужный отдел. О проделанной работе также отчитались руководители отдела просвещения, примирения, отдела науки и образования, а также заведующие других направлений. Султан Трамов, директор радиостанции «Ватан» и телеканала «ННТ» презентовал сайты и социальные сети под ведомственные муфтияты республики. Ежемесячный охват около двух миллионов аккаунтов. То есть два миллиона человек ежемесячно посещают инстаграм муфтияты республики Дагестан и получают важную информацию, которая с вами делится. На Мачлисе также присутствовали представители власти. Энрик Муслимов, министр по национальной политике и делам религии республики, высоко оценил работу духовенства, а также отметил тесное и плодотворное сотрудничество органов исполнительной власти и муфтията. Муфтият в республике практически никогда не отказывался от принятия участия, от доведения своей позиции до людей. Это первый блок. Второй блок – непосредственно работа сама муфтията. Я имею в виду разрешение различных споров о принятии людей с разными своими вопросами. И с этой точки зрения муфтият снимает огромную нагрузку с судов общей юридикции, потому что, обращаясь сюда, они находят разрешение в некоторых спорах бытовых, семейных и так далее. Завершающее слово предоставили муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди. Он поблагодарил всех за проделанную работу и отметил, что духовенство готово принимать замечания и предложения по улучшению деятельности. Помимо этого, духовный лидер затронул социальные вопросы, которые позволят сохранить мир в республике. Это прежде всего единство и сплочённость учёных алимов, а также неравнодушие и миротворческая деятельность каждого дагестанца. Хотя среди нас есть люди, которые то, что с мусульманской стороны идёт, хорошее скрывают, а плохое раздувают, но их мало. Мы видим, хорошее, которое рассказывают, тоже есть. Есть люди, которые это поддерживают, это понимают, за это благодарят Аллаха, ахамду лилля. В общем, этим я хочу сказать, что хорошая сторона с каждым днём становится больше и лучше и качественнее. За это ещё раз хочу благодарить Аллаха. Кто работали за развитие ислама, помогали, поддерживали, они получили со стороны Всевышнего благодарность. То есть, иншаллах, на том свете тоже они получат. Кто не помогал, сидел, тоже хорошо, а кто против работал, у них тоже год прошёл. И думаю, им судья Всевышний, кто против работал, мы им плохой дуа не делаем. Но на том свете, что будет, там будет известно. Но мы не хотим, чтобы им стало, чтобы нам было известно. Нам зачем? Мы хотим, чтобы нас Аллах там пощадил, рахнул, чтобы дал нам Аллах. Муфти также отметил необходимость уважения к преподавателям и родителям, а также справедливое отношение к жене и детям. Одними из главных пороков современного общества Муфти назвал сплетни и наговоры на людей. После выступления духовный лидер отметил благодарственными письмами и памятными подарками отличившихся своей работой религиозных деятелей республики. Полная неожиданность для меня. Это был шок. Когда мы сказали, там, за пару минут до того, пока будет вручение, что нужно подойти и принять награду от самого Муфтия Республики Дагестан. Ну, только шок, наверное, был. И, конечно же, безграничная хвала Всевышнему Аллаху и желание делать работу ещё лучше. Итоги года Муфтия Республики завершились коллективные молитвы за благополучие Дагестана и России.